Сегодня у нас очередное видео для интернет-магазина Розетка, и снимем распаковку на Powerbank. Купили к Новому году Powerbank на 3 USB-порта с функцией лампы и емкостью 8000 мАч. И посмотрим, здесь как бы производитель заявляет о том, что поддерживает 5 Вольт 2 Ампера, это максимум. Для этого у меня есть мой планшет, есть и телефон, и приступим к его распаковке. И еще у меня есть вот такой Charger Doctor, который нам покажет, сколько ампер выдает наш Powerbank. Ну и приступим к распаковке. Пауэрбанк стоит интернет-магазина Розетка, это чуть-чуть меньше 10 долларов. Если взять на гривны, то это 260 гривен. Но это была специальная цена. Так, снимаем защитную упаковку от производителя и смотрим на его характеристики. Сейчас попытаюсь сфокусировать. Вот такие вот характеристики. Написано 5 Вольт 2 Ампера, 5 Вольт 1 Ампер. И в габарите написано его. Ну и прочее. Приступим к непосредственно распаковке. Так, вот аккуратно извлекаем. Так, больше у нас ничего нет. Сам Powerbank. Такой вот формы. Здесь у нас присутствует микро-USB для зарядки и 3 USB. Поскольку они ампер не подписаны. На передней этот фирма, которая произвела Powerbank. Аспиринг. И вот кнопка заряда. Если, получается, я нажал кнопку заряда, то он уже пришел в заряженном на 3 этих. 3 полосочки. Больше как бы ничего нет. А, здесь вот еще какая-то наклейка. Входящий 5 Вольт 1 Ампер и исходящий 5 Вольт 2 Ампера. И написано, что 8000 мАч. Сверху у нас присутствует наш фонарик. Он вот так вот аккуратно извлекается. И надо еще разобраться, как он у нас приводится в действие. Может зажать надо долго. Сейчас разберусь, потом продолжу видео. Так, разобрался я, как он запускается, этот фонарик. Надо нажать два раза на кнопку включения. Ну и можно вот так использовать ее как фонарик. Соответственно, можно так же самое использовать, если поставить. Вот так вот освещать и писать. То есть поставил и пишешь в этом. Такая вот была распаковка. Ну и сейчас непосредственно хочу проверить, будет он заряжать мобильный телефон или нет. Для того, чтобы проверить, как он заряжает, мы используем наш USB-чарджедоктор. Для этого мы делаем вот так вот. И пошел. У нас 5 вольт он выдает, этот пауэрбанк. Наш телефон должен заряжаться на 2 ампера. И вот как бы мы видим о том, что уже изначально выдает, считай, 5 вольта и больше, чем 1 ампера. Шнур у меня как бы неплохой. Качество неплохое. Что касается стандартного шнура, сейчас надо проверить еще и стандартный шнур. Хочу заметить о том, что стандартный шнур или шнур вообще как бы в зарядке имеет очень большое значение. сейчас мы подсоединим аккуратно наш телефон. Вот так вот. И посмотрим, сколько выдает стандартный шнур. Как видим, стандартный шнур выдает также такую же самую мощность. Где-то 1,15. Если, хочу сказать, для пары банка, то это как бы нормальная мощность. Потому, потому как бы это это все нормально. Сейчас проверим все наши USB 3. Дают они одинаково или нет. Этот дает 1,099, 1,2. И этот как бы 1,6. Теперь я хочу отсоединить мобильный телефон и возьму планшет. Планшет Samsung Galaxy Tab в котором зарядка 2 А. Сейчас, одну секунду. Зарядка 2 А. Зарядка 2 А. первое, мы вставляем сюда. Мы вставляем сюда. И вставляем в зарядку. Где у нас зарядка? Это кто его знает? USB. Ага, зарядка тут. Зарядка у нас тут. Планшет у нас пошел заряжаться. Вот уже видно. Пошел заряжаться. и он у нас выдает 0,82 А. То есть, если он по-нормальному должен брать где-то 1,5 А. С родным шнуром, то как бы показатель неплохой. почему прыгает, не пойму. Прыгает, я имею ввиду зарядка. Ампераж. Ставим первый USB. Ну, первым USB выдает, считай, 1,5 А. 1,20 А. Ну, соответственно, наши гаджеты зарядить можно. Вот такая у нас была с вами сегодня распаковка товаров из интернет-магазина Розетка. Внизу под видео я напишу, какая емкость батареи. С помощью этого чарджа доктора я проверю. Разряжу его сейчас этот пауэрбанк, а потом заряжу обратно. Потому, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем отзывы. Всем пока! До скорых встреч на канале!